Вечера на хуторе близ Диканьки Из бесчетного числа написанных книг классикой становятся единицы именно потому, что проблемы, затрагиваемые в них, универсальны. И книга «Горе от ума» Александра Грибоедова – яркий тому пример. Любовь и ревность, честь и предательство, одиночество и непонимание, социальная несправедливость – вот темы, которые волнуют не только литературных героев, но и сидящих в классе учеников. Нужно лишь помочь им увидеть, что накопившиеся проблемы стояли некогда перед другими людьми, и, учащих на чужих ошибках, предложить возможность выхода. Александр Грин писал «Алые паруса шесть лет». Впервые книга была выпущена в 1923 году. Она раскрывает на первый взгляд обычную историю, как в одной далекой деревеньке на границе моря и земли жила без матери и воспитывалась отцом-моряком девочка-ассоль. В это время где-то на другом краю земли, вдали от моря, жил мальчик. Звали его Грей. Он был окружен и любящими родителями, и жил он в большом замке, имея все блага, чтобы не беспокоиться о хлебе насущном. Встретятся ли Асоль и Грей? И каково это? Жить, ожидая чуда? Жить и искать себя? В книге есть ответы на эти и многие другие вопросы, которые задает себе каждый человек. «Собака Баскервилли» оказалась не просто первым детективным произведением XX века, но и одновременно своего рода каноном классического детектива. Сейчас уже трудно поверить, что Артур Конан Дойл первоначально не планировал вводить в действие своего прославленного героя. Сыщик к тому времени уже погиб от рук профессора Мориарти. Но Холмса пришлось воскресить по требованию его поклонников, и он буквально ворвался в повествование. Это большая удача, ведь в результате читатель получил едва ли не самое увлекательное расследование великого сыщика, а история литературы – идеальный образец любимого читателями жанра. А еще историки литературы утверждают, что на момент создания «Собаки Баскервилли» Кунан Дойл был самым высокооплачиваемым автором в мировой литературе. Что ж, деньги были потрачены не зря. Литературе является одним из наиболее известных и ярких произведений писателя. Это история о тульском оружейнике-левше, сумевшем подковать стальную блоху работы английских мастеров. Рассказ написан ярко, иронично, языком близким народному, что придает ему колорит и самобытность, выгодно отличает его от других произведений. Прощание с Матерой – это история о затоплении острова ради строительства братской ГЭС. Деревне Матери суждено уйти на дно искусственно созданного моря. Вместе с историей целых поколений, живших на этой земле прежде, на защиту своей маленькой родины выходят старики. Они не могут смириться с уничтожением исп, в которых родились и выросли, могил, где похоронены их предки, родных березок и сосен. Ведь там, где утрачена традиция, где разрушена связь человека с прошлым, с предками, с Богом, возможно ли искусственно построить новую жизнь на руинах жизни настоящей? Василий Теркин – удивительное произведение. Написано о войне и во время войны. Но главные сцены – о мире. Поэзия потрясающей силы, но при этом простая, безыскусная. Вот стихи, а все понятно, все на русском языке. Сам главный герой положительный со всех сторон, но описан без фальши. В нем нет ничего лубочного или плакатного. Читать многие главы Василия Теркина без слез невозможно. И не только потому, что трагический материал, а потому, что перед нами живая и прекрасная поэтическая стихия. Продолжение следует...